Летим в экваториальную Гвинею. Государство состоит из материковой части и островной. Наш путь на остров Фернандо По. Я нарочно разместил старую карту, чтобы напомнить о колониальном прошлом страны, которая получила независимость только в 1968 году. Сейчас самый большой из островов называется Биока. Остров в Гвинейском заливе Атлантического океана. На северной конечности острова у подножия малоактивного вулкана Пика Василии и раскинулась столица экваториальной Гвинеи Малабо. На шельфе острова началась активная добыча нефти, и мы выполняем уже не первый рейс из Норвегии по перевозке бурового оборудования. Не устаем удивляться красоте норвежских пьордов и заснеженных верхушек гор. Нижний край облаков ровный, будто его обрезали. Это еще раз подтверждает правила, если верхняя кромка облаков рваная, то нижняя будет ровная. Вот вам и наглядное пособие. Из таких запоминаемых мелочей складывается опыт летчиков. При заходе на посадку в сложных пятиусловиях ты можешь представить, чего ожидать под облаками. Выполняем маневр для выхода из района аэродрома. Крутим вправо, влево, как нарисовано на схеме отхода. За бортом минусовая температура, высокое давление и двигатели, недовольно руча, выдают полную мощность. Вертикальная скорость набора высоты почти 10 метров в секунду. Вошли в облака. Появилась слабенькая болтанка. Но это не критично. Мы на курсе и наш путь на юг. Внезапно выскочили из облаков. Болтанка прекратилась. Летим, как по маслу. Экипаж выполняет привычную работу по пилотированию самолета и навигации. В полете время летит незаметное. Позади промежуточная посадка и дозаправка. Связались с руководителем полетов Малаба. Получили погоду и приступили к снижению. А внизу дождь полощет, как из ведра. Лобовые стекла буквально заливают водой. И если пойдет так и дальше, придется открывать левую форточку. И на посадке смотреть на землю через нее. Дворники работают, как сумасшедшие. Но с водой на стеклах не справляются. Небольшой доворот влево. И мы на посадочной прямой. Вооруженные силы экваториальной Гвинеи представлены Национальной гвардией. В ее рядах насчитывается 1300 человек. Из них 100 человек в военно-воздушных силах. Природные ресурсы. Нефть, газ, золото, алмазы, бокситы, лес, стантал. Но, несмотря на это, почти половина населения живет за чертой бедности. А большинство людей не имеют элементарного доступа к хорошей питьевой воде. Сектора газа внешних двигателей установлены на проходные. Снижаемся по глиссаде. И для выдерживания необходимой скорости планирования достаточно изменения режима внутренних двигателей. На ВПР, следуя букве закона, штурман запросил решение командира на посадку. Погода прекрасная. Конечно, садимся. К торцу подходим повыше, чтобы дальше сесть и меньше катиться до рулежки. Этот процесс на АН-12 хорошо регулируется. Нужно сесть у троца. Убрал рот внутренних двигателей до нуля. Нужно сесть с перелетом. В растяжечку установил газ внутренних на проходные и будешь свистеть над полосой, как мама не горюй. Кстати, посадка на проходных, как правило, получается очень мягкая. Полоса, как вы видите, в прекрасном состоянии. И на разметку стресс тут не жалеют. Построено очень удачно, с учетом розоветров. Сколько раз здесь бывали, садились только на 23-е направление. Аэродром знаком, поэтому рулим быстрее, чем обычно. Освобождаем полосу, а на магистральной рулежке нас уже поджидает машина с сопровождением. В крупных аэропортах, где много полос, рулежек, да еще ночью, помощь этих черепашек, конечно же, нужна. Но тут-то махни рукой, куда зарулить, и все понятно. Это называется стандарт ИКАО, а по факту зарабатывают деньги за аэродромные услуги. Заруливаем на отведенную нам стоянку. На аэродроме установился полный штиль. Конус колдуна повис и не шелохнется. Сейчас будем разворачиваться и струей от винтов надуем его по полной. Конус колдуна повис и не шелохнется. Команда «Стоп» и выключаются двигатели. За вышкой вершина вулкана ИКАО Басилий. Его самая высокая точка – 3011 метров. С посадкой нам повезло. Посмотрите, как низко села облачность, пока мы рулили. Наше внимание привлек арестованный, покрывшийся плесенью, армянский Ан-12. Местные объяснили, что этот самолет пытался нелегально привезти оружие до государственного переворота, которому причастен Марк Тэтчер. Это сын Маргарет Тэтчер. Пример министра Англии. В ЮАР его судили, признали виновным, выпустили под залог, но в Малаба не выдали, потому что тут ему маячила смертная казнь. А вот что с армянским экипажем – неизвестно. В этих кустах что-то шипит, свистит. На бетон выскочила ящерица Агама. Разгрузившись, едем в отель. Заправщик к самолету подадут только перед вылетом. А вот и отель, в котором мы будем коротать время в ожидании попутной задачи. Как и по всей Африке, сувениры местных умельцев якобы из черного дерева, но в своем большинстве бизнес рассчитан на туристов, которым впаривают статуэтки, натертые сапожным кремом. Вот так непонятно куда заманивают туристов. Покачивание кормовой частью в Африке называют мапука. Легонько перекусив, экипаж отправился знакомиться с достопримечательностями города. Центральные улицы еще как-то ухожены, а чуть в сторону Африка предстает во всей своей красе. Это хлебопекарня. И, как сказал сопровождающий, не худшая в городе. А рядом аптека, территория которой тоже не блещет чистотой. По уровню человеческого развития государство занимает 138 место в мире. Полиция тут присутствует практически повсеместно. Разговоры они затеяли не зря. Улицы тут иногда сильно бурлят по любому поводу. Но лучше грозы и проливного дождя с народными массами никто не справится. Всю ночь грохотало, блистали молнии и лил дождь, как из ведра. Да такой, что через окно залило комнату отеля. Едем на вылет, как будто и не было совсем недавно светопредставления погоды. Ну как проехать мимо экзотических фруктов и не взять немного на борт? Тогда и лететь будет веселее. Торг тут уместен. Но покупаем только те фрукты, которые хорошо знаем. От неизвестных в воздухе может случиться конфуз. Дети, они и в Африке дети. Но в экваториальной Гвинеи почти 20% из них не доживает до своего пятилетнего возраста. И это очень печально. А международный Красный Хрест эта тема, похоже, совсем не волнует. Ветер изменил направление и слабенько поддувает по полосе. Перед нами прогуливает двинейский Ил-76. На Киле красуется хлопковое дерево. Налетают на Илюхе наши экипажи. Руководство аэропорта, как и обещало, предоставило ТЗ перед самым вылетом. Может, это связано с беспрецедентными мерами безопасности, а может, чтобы топливо всегда было свежим и не напиталось водой. Влажность тут почти 100%. Перед вылетом к нам подъехали соотечественники, работающие тут в аэропорту. Поговорили за жизнь. Нам привезли две огромные ветви бананов. Мы же угостили их черным хлебом и трехлитровой банкой соленого сала. Но основную радость у них вызвала пачка газет на русском языке месячной давности. По местным меркам такая пресса считается тут совсем свежей. Вруливаем на полосу. Роль видеооператора взял на себя штурм, так как командир будет на взлете подстраховывать второго пилота. Он у нас летает совсем недавно, а учить надо. Вот так в экипаже процветает авиационный туризм. Мы покидаем столицу экваториальной Гвинеи Малаба. Названа в честь последнего короля народа Буби Малаба Лапела Милака, который попортил много крови колонизатором. Испанцы смогли завоевать остров полностью лишь в 1912 году. Увеличивается режим работы двигателей. Поехали за новыми впечатлениями. Ну, поскольку мы как-то связаны с летным делом, проанализируем ВВС экваториальной Гвинеи. На вооружении имеется небольшое количество авиатехники. Проблема – отсутствие современных аэродромов и низкий уровень подготовки офицерского состава, что заставляет руководителей страны нанимать иностранных пилотов. На вооружении стоят 4 Су-25-х, 4 Л-29-х, 2 Ил-76-х, 1 Ан-72, 1 Як-40, выполненный в транспортном варианте, 1 самолет Цесна-333, несколько каких-то испанских самолетиков. Вертолетный парк включает 7 Ми-24, 1 Ми-26 и 1 К-27. Ну и что тут сказать? Может быть, неспособность защитить самих себя и вынудила страну разместить столицу на острове? Сейчас на континентальной части экваториальной Гвинеи строится новый город Сьюдо-де-Лапас, который заменит Малаба в качестве столицы. Слева, буквально в нескольких километрах от берега, стоят нефтедобывающие платформы, а под нами танкеры, ожидающие своей очереди под загрузку. На экране высвечивается вулкан Камерон. Его высота 4100 метров. Вулкан живой и активен. Ну а нам, после выхода из океана на материк, предстоит еще лететь всю ночь.